Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 2 мая, то есть завтрашний день, а сегодняшнее служение относится к этому завтрашнему дню. Наша Церковь прославляется, среди прочих святых этого дня, очень популярным, святым и давным прославленным, продолженным Патроном Московской. Святая, которая жила в очень близкое нам время, 52-м году, собственно, и она скончалась, отбивалась она в храме изоположения, мне это особенно близко, потому что я тоже жил в Замзаваричи, и именно в этом храме изоположения 6 лет спустя принял крещение от отца Николая Германова, который как раз в положении Матроны отбивал и очень хорошо знал. Так что вот так это все очень близко расположено. И из-за всей жизни жития, и Акафиста, вы, конечно, знаете, о том, что она родилась тяжелым инвалидом, не видела, а потом еще через несколько лет случилось еще хуже она в дьявол из Божьевского ходить, так строгого передвигалась, как побывала. И несмотря на это, у нее было удивительное такое устремление в Бога, как врачейшую верующую, можно сказать, владенчество. Вот все эти чудеса, которые сопровождали и угрещением, и урвухами, и светлым словом, и так далее. Так что вот, конечно, печать Божия лежала на самом начале. И потом, когда начались в начале 20-х годов у Каненина церковь, ей пришлось оттуда уехать, потому что понятно, что в сельском местности, где народ немного, все другого знают, человеку было, так сказать, засечь, что они приезжали, посетили подарки и прочее, там, где-то плачьи приблизилась. Вот так что она переселилась в Москву и так жила по-разному, так сказать, местам, и жила по-разному, подалеку от нас тоже в Полярке, вот здесь вот, в Нидитовской переулке. Так что все эти места, вот они рядом с нами, у нас на глазах. И вот это прославление, которое началось именно не сверху, а снизу. Мы все прекрасно знаем, потому что в Даниловском, это, наверное, в Даниловском кладбище приезжало много людей, которые были на землячке, и все, вроде такие вещи, такие странные, суверные, но вот я достоверно знаю исцеления, которые получали люди, наверное, совершенно, так сказать, это неожидавшие. От никаких травм по помощи в работе и прочее. Конечно, вокруг нее очень много всяких легенд складывается, и, по-любому, из-за этого многие люди принимали, считают, что это искусственное, придуманное святое и все прочее, и много всяких полиетических статей на эту тему, и в интернете сейчас, так сказать, при такой свободе словом. Но, однако, мы понимаем, что вокруг каждого такого удивительного события существует не только постоверное предание о тех, кто в их учресах, о действительно удивительных событиях, которые происходят, но сразу это окружается какими-то легендарными добродностями. Мы знаем, что существует, так сказать, неканалические Евангелия, в которых описываются и детские инструкции о том, как он там с каким-то мальчиком, который, конечно, взвалил, лепил птичек, мальчик хотел их сломать, он сказал, птички улетите, как ты не сблина, с вас так же не улетели, ну и прочие такие подробности, которые церковь не приняла. Тем более, что они, очевидно, были созданы уже много лет спустя, в 5-й и 2-го века. Это говорит тому, что всякое такое удивительное божие события всегда народ окружает такими уже нелегендарными подробностями, которые оказывают духу услугу. Они не прославлению служат, а просто сомнению очень многих людей. Но поскольку все это происходит, извините, и близко, рядом с нами, и те люди, которые получали действительно такую удивительную помощь, они просто хорошо знают, это было просто последние годы. Так что я-то не сомневаюсь, потому что действительно была деятельность святая, и действительно имела вот эти дары, необычайные прозорые. И прозоримость, и исцеление, и продолжает помогать, и сейчас уже после своей кончины. Так что обращаться к ней все вполне достойно, правдано и, конечно, можно и важно. Потому что Господь дает свои знать и любви к нам, несмотря на все, так сказать, наши приключения и страдания нашего народа, и как у меня, то, что отвернулся к Богу на 70 лет и все прочее. Сейчас они, конечно, пожинают плоды этой безбожной прибыли, это понятно. Так что нам, конечно, вполне достойно обращаться к ней за помощью. И образ такой, мы здесь создали нам, и спросили у святейшего стриарта, частицу мощей, вот там внизу справа, такой маленький перчерк, все есть с этим. Так что все это, конечно, вполне достойно и оправданно. Но я хотел еще сказать о другом, что ее жизнь является наставлением для, не то, что многих, просто для каждого из нас. Вот там говорится о том, что, в качестве была строчка такая, что ты, как звезда путеводленная, будь указующая. И это действительно так. Это хороший очень докомендатор, как мы это мореплавательное путешествие определяем по звездам, направлению света. Так действительно, мы можем определять наш жизненный путь по тому, что мы знаем о замечательных святых. И вот она, конечно, удивительна тем, что, будучи тяжелым валидом, она не только жила сама осмысленную жизнь, но и помогала друзьям. Как часто люди, оказываясь в разной, так сказать, трудной жизни ситуации, считают, ну, вот, я этого не нужна, вот, я делаю ничего не могу, вот, я такая бедная несчастья, у меня как-то плохо, и так далее, и так далее. Вот, если бы человек в этой ситуации обращался, если бы искренне Бог, Господи, дай мне послужить тем, чем я могу. Вот, например, блаженный на троне, ну, что может, слепая девочка, потому что, я не могу еще ходить. А вот, конечно. То есть, по многим людям помогало. Вот так, как действительно показывает, как сила Божия в немощи совершается. И таких примеров есть у святых не единичный. Уважаемый серафим, преподобный серафим, самовозство межзнаний, который получил тяжкую вещь, общение и переходил. Но именно, несмотря на это, он был действительно великим сосудом Божьим, которому множество людей приходили и получали великое утешение. И, так что, нам очень важно об этом помнить. Когда нас посещают эти двери, когда нам кажется, что наше положение какое-то плохое, безнадежное, хотя бы так, когда это не произошло, какие-то произошли неприятные события, и вот, что мне делать, и так далее. Мы вспомним вот о Материнотуре. Насколько у каждого из нас в столь и раз больше возможностей и молиться Богу, и вызывать о христианских учениях, о Священном Писании, помогать другим людям, и молить, и словом, и делом. Ведь о нас ведь не жалело себя. Ведь сначально молился от стравлющей и болящей. А как часто мы, именно впадая в грех самовжаления, мы вместо того, чтобы себя подвигнуть к чем-то действовать, и в активном, и в добром. Но если мы вначале, вначале, оборот, унываем, вначале попадают, так сказать, вот, какое-то, нет, окорчение там, в общем, все эти столы подвигаются. Понятно. Так что давайте вот об этом помните. Пусть вот две такие иконы на все же пределы, замечательные, но только по исполнению, преподобие Серафимы, тоже нам принесли еще в первый месяц нашего послужения, в 20-го засадного, где-то сеновали, там нашли, две наши прихожанки, и вот принесли им такая замечательная чудесная гора. Так что и мать Батрона писала о нашей замечательной прихожанке, о Валентине. Они оба этих святых покажут, как люди внешне абсолютно неуспешны. А Батрона вообще тяжелый в войне, потому что Серафим с Роскость травмами тяжелейшились, с непонимаемыми вокруг него. То есть всякая вокруг него целая травма, всякие слухи приходят, и всякие люди, бедняки. Ну что им там быстрее ножки, и только хлопот от них, и денег не могут уйти. Ну, в бедных, понятно. Никакого прока от них нет. Все это было. Это сейчас, конечно, с Роскостью Серафима Саровского, как он же таким орелом, благочилем, почитали, и все разыграли, все было все-таки было. И там его, и его же колени, там, и преследовали сяческие, как-то, так сказать, вытесняли ему жизнь, и все прочее. Так что путь христианин, он всегда труден. Всегда. Но, несмотря на эти мужественные преодоления, вот как раз именно как эти святые нам могут показывать, эти пути следовали за ним, подорожать им, то, конечно, тогда мы можем обратить вот наши трудности, наши какие-то несчастья, вот, и в такую помощь другим людям обратить. предстояние перед Богом. Потому что чему в жизни большей частью времени, так, мы не стоящие здесь, а там, наши усиления строили, но 93% всех были в селемидры и смотрят, как все очень мало. То, что умляется, и поедет этот мир, мы так даже не понимаем. Все масштабы от соблазна этого мира. Ну, мало того, что там 60-70 программ, значит, телевизорно, потому что вообще можно сутками сидеть и есть, и все тут смотреть, и все тут смотреть, приключения. Интернет привился, общение обозрение на своих делах. То есть, чем дальше, тем, чем больше появляется соблазн. И когда люди жили там, скажем, ну, в семье, там, в церкви была, корова, там, опция, курия, там, и прочее, и прочее, иначе, и печку надо пить, и прочее делать, у детей коронектарных и что-то прочее. Вот, нет, было не таких искушений, чтобы как бы, приходилось дружить, время осталось. Часто время много, работают там, если часы, выпуска там всякие, ты на пенсии уже, довольно-таки себя неплохо чувствуешь, но на пенсии можно просто сидеть и смотреть целыми сутками, пожалуйста. И соблазн управляет сроку итога, он, боже мой, привезет, у школьников, интернет, вконтакте там сидят, там всякие, сайты смотрят дурацкие, ну, ничего, и поэтому нужно очень какое-то твердое устремление к Богу, к Христи. Понимаю, что все это и дом интересный, и это интересный, и там, а на самом деле, посмотреть поближе, как славно сказал прием-то, святаться нет, и там именно, очень ничего. А вот действительно эта же тематролия показывает, дополняет, вот такое действительно желание, помогает, что это жить в настоящем, не просто существовать, а как это бесконечных развлечений. Смотрите, наше общество, оно как действует, как деятель, как он деятель, стремится теперь столько развлекаться. Очень трудно, ребенка заставить в уроке, делать, посчитать, что-нибудь. Развлекаться не легко, а это трудно. Значит, человек не определяет трудности, он так осветит ребенка. и он не требует, как 60-70-80 лет, если он все время не дает, так сказать, самовложение, развлечение, и так далее. Когда развлечение, и он так становится смыслом жизни, а не труд. Господь создал нас именно для того, чтобы мы в этом мире хранили и украшали, для сотрудничества, созидания мира, традиций, украшать этот мир. Стараться как можно делать меньше, а их можно больше добра. Вот, два жена Матрона в этом хранили конечно замечательные, нам приводить на звезда. Будем об этом помнить, будем обращаться к ней, и конечно, всегда, вот именно такие трудности, трудности, вспоминать о ней, о лицаре, чтобы она открывала для нас вот те пути, о которых не только будем другим помогать, но и себе обретать радость и смысл нашей жизни. Аминь. Спасибо, Господи. Значит, завтра у нас будут ухаживаться другие, ухаживаться на трону. Спасибо.